С вами Алексей Иванов. В этом видеоуроке я вас научу прикреплять логотип поверх фотографии или прикреплять ниже фотографии, что позволяет очень выделиться среди всего того, что есть сейчас в интернете. Вы видите, как выглядит логотип ВКонтакте. Давайте посмотрим в реальном размере. Эта фотография очень привлекает внимание, потому что она не такая, как у всех. И в принципе привлекает тем, что есть красивый логотип и красивая надпись. Давайте теперь узнаем, как это можно сделать. В базе знаний над этим видеоуроком есть ссылка фоторедактора. Еще нам нужны будут логотипы для того, чтобы прикреплять. Материалы с логотипами находятся у нас в материалах. 1.5. Готовые картинки с логотипом всем миром. Скачать изображение. Нажимаем. Возможно, когда вы будете скачивать изображение, там уже может быть какие-то дополнения. Но мы сейчас рассмотрим то, что есть на данный момент. Нажимаем сохранить. Архив у нас сохранился. Теперь его нужно распаковать. Вот сюда я его перетащил. И нажимаем правую кнопку мыши. Извлечь в лого Whole World. Все, вот у нас папочка извлеклась. Это можно в принципе удалить. Открываем и посмотрим, что у нас имеется на сегодняшний момент. У нас имеются логотипы в векторе в формате Adobe Illustrator и логотип в PNG. То есть с прозрачным фоном картинки. Мы будем брать отсюда. Просто будем копировать необходимую нам картинку и вставлять ее на фотографию. Здесь изображены логотипы для светлого фона. То есть видите, на белом фоне здесь надпись оранжевая. Это для более темных фотографий. Это вообще белого цвета. Здесь изображены логотипы, которые обычно я применяю для квадратных форматов аватара. Вы можете использовать тот, который вам больше понравится. Итак, давайте теперь перейдем на сайт редактора. Ссылка на сайт редактора у нас находится над уроком. Вот здесь. У нас открылся редактор. И здесь выбираем загрузить изображение с компьютера. Нажимаем. И выбираем нашу папку. Выбираем вот эту вот картиночку. Так, логотипы мы открыли. Давайте теперь откроем фотографию, которую нам нужно изменить. Нажимаем меню файл. Открыть изображение. Теперь нам нужно будет выбрать на компьютере нашу фотографию, на которую мы будем прикреплять логотип. Давайте выберу я вот это фото. И чтобы нам было удобнее работать, давайте развернем. Нажмем вот на эту кнопочку. И первым делом мы прикрепим логотип поверх фотографии. Вот такой. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно нажать вот на эту кнопочку. И выбрать вкладку с логотипом. Здесь нам нужно выбрать логотип, который мы будем использовать. В данном случае фотография темная. И можно использовать вот этот для светлого фона. Что здесь нужно сделать? Нужно увеличить отображение, чтобы его скопировать. Давайте это сделаем. Нажмем на лупу. И увеличиваем картиночку. Теперь регулируем положение. Вот. Нам нужно скопировать вот этот логотип. Теперь нам нужно выбрать инструмент выделения. Находится он вот здесь. Нажимаем. И выделяем этот логотип. Дальше выбираем меню редактировать. И копировать. Или нажимаем сочетание клавиш Ctrl-C. Скопировано. Далее опять сюда возвращаемся. И выбираем вкладочку Моё фото. Здесь нам нужно вставить логотип. Нажимаем редактировать. И вставить. Либо сочетание клавиш Ctrl-V. Итак, логотип у нас вставлен. Теперь нам нужно его переместить и трансформировать. То есть уменьшить. В любой угол можете переносить, как вам будет удобней. Выбираем инструмент действия. И переносим логотип куда-нибудь. Куда хотите. Хоть вверх, хоть вниз. Давайте я его на этот раз размещу с этой стороны. Теперь нам нужно его уменьшить. Для этого нажимаем редактировать. Free Transform или Ctrl-T. Сочетание клавиш. Нажимаем. И у нас появляется область картинки. И с помощью вот этих элементов мы можем уменьшать размер. Чтобы пропорции сохранялись, зажимаем клавишу Shift и уменьшаем логотип мышкой. Далее перетягиваем его куда нам нужно. Все вроде по размеру у нас подходит хорошо. И далее нажимаем в принципе на любой инструмент. Давайте нажмем сюда. И у нас программа спрашивает, сохранить ли изменения. Мы нажимаем Да. Все, у нас логотип трансформировался. Мы можем колесиком или вот здесь вот написать циферку 100. Чтобы посмотреть полный размер вашей аватарки. Вот что у нас получилось. То есть логотип у нас получился поверх аватарки. То, что и требовалось нам сделать. Далее нам необходимо сохранить наш аватар. Для этого нажимаем меню File. Нажимаем сохранить. Здесь выбираем мой компьютер. Здесь пишем имя. Ну давайте напишем аватар. Здесь выбираем качество 100. Чтобы ваша фотография получилась красивая и самого высокого качества. И нажимаем Да. Далее нам необходимо выбрать, куда мы будем сохранять. Выбираем папку на компьютере. И нажимаем Сохранить. Все, наша картинка сохранена. Можно ее в принципе посмотреть на компьютере. Выбрать. Вот она, аватар. С логотипом с этим. Все, картинка у нас готова. То есть теперь вы можете загружать ее в социальную сеть. И радовать своих посетителей. Далее мы с вами рассмотрим пример, как сделать вот такой аватар с такой надписью. Здесь давайте удалим этот слой. Выделяем его. И нажимаем корзиночку. Все, у нас логотипчик удалился. Итак, чтобы нам увеличить пространство снизу, для этого сделаем следующее. Нажимаем Изображение. Размер холста. Здесь ставим якорь вверх, чтобы у нас изображение увеличивалось вниз. И здесь выберем высоту. Ну, примерно увеличим на 250 пикселей. И напишем 1100. Вот, у нас появилась нижняя часть с белым фоном. Далее открываем вкладочку с логотипом. И здесь мы выберем самый верхний логотип. Потому что у нас белый фон. И чтобы надпись холл была видна, мы выберем его. Давайте выделим. Нажимаем Редактировать. Копировать. Выбираем снова наш аватар. Нажимаем Редактировать. Вставить. Все, логотип у нас здесь есть. Дальше выбираем Действие. И перемещаем наш логотип куда нужно. Теперь нам нужно его трансформировать. Для того, чтобы это сделать, повторяем те же действия. Free Transform. Уменьшаем логотип. Чтобы сохранить нам пропорции, зажимаем Shift. И двигаем мышкой. Вот так мы оставим по размеру. Нажимаем на инструмент Действия. И нажимаем Да. Все, логотип у нас сохранен. Можно стрелочке на клавиатуре его поднять немножко вверх. И отрегулировать, как нам будет удобнее. Дальше можно написать сюда что угодно. Написать это можно просто текстом. Выбираем инструмент Текст. Кликаем в место, где будем писать текст. И теперь нам нужно его написать. Бизнес 21 века. Давайте даже по-русски напишем. Здесь мы можем выбрать шрифт. Выберем шрифт. Выберем стиль. Давайте оставим. И выберем цвет. К примеру, можно подбирать и сразу смотреть, что получается. Ну, примерно вот так оставляем. И нажимаем Да. Если нам нужно его подвинуть, то выбираем инструмент Действия. Можем стрелочкой переносить его куда нам нужно. Или стрелками на клавиатуре также подгонять. Вот такая у нас надпись и получается. А теперь повторяем то же самое. Нажимаем Файл. Сохранить. Нажимаем Аватар 2, к примеру. Ставим качество 100 и нажимаем Да. Нажимаем Сохранить. Все, у нас Аватар сохранен. Давайте откроем его на компьютере. Вот у нас Аватар 2. Сохранился. Фотография есть. Надпись получилась качественная. Все хорошо. И теперь можно загружать эту фотографию, готовую уже в социальную сеть. Тем самым, выполняя первое слагающее успеха, формулы АИДа, это Attention Внимание. То есть, привлекает внимание. Об этом вы узнаете немножко дальше, когда мы будем с вами рассматривать статус. На этом видео урок закончен. В следующем уроке вы узнаете, как добавить Аватар ВКонтакте, если еще не умеете этого делать.